Проект электрического пикапа Atlas XT приближается к воплощению и обрастает деталями. Создатели уверяют, что с самой ёмкой батареей пикап проедет на электротяге до 500 миль, то есть 800 километров. Другие заявленные характеристики впечатляют ещё сильнее. Например, способность буксировать аж 15,5 тонн или максимальная нагрузка в 2 тонны с четвертью. Обещано несколько вариантов кузовов и кабин. В базе клиренс будет 30-сантиметровым. Кроме того, американцы задумали специальную внедорожную модификацию с дорожным просветом в 38 сантиметров. Прототипы нового Defender проехали более миллиона километров по дорогам и пустыне близ Дубая. Испытания приурочены к 65-летию сотрудничества Land Rover и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Серийный же Defender покажется в сентябре на автосалоне во Франкфурте и выйдет на мировой рынок в следующем году. Мы уже знаем, что внедорожник получит 4- и 6-цилиндровые двигатели и независимые подвески. Служба каршеринга Яндекс.Драйв оснастит каждый автомобиль телеметрическим устройством, которое отследит потенциально аварийные действия. Например, регулярные резкие старты и торможения. Вначале агрессивным водителям отключит доступ к машинам высоких классов. Затем сервис сократит количество доступных автомобилей на каждый день. Если клиент не изменит манеру езды, у него останется лишь пара моделей и последний шанс реабилитироваться. Только после этого водитель получает окончательный запрет на услуги каршеринга от Яндекса.